Здравствуйте, меня зовут Виталий Дикий, это канал Дики Лайв, сегодня гостем нашего канала есть украинский известный политолог Вадим Юрьевич Карасёв. Здравствуйте, Вадим Юрьевич. Здравствуйте. Ну давайте сразу к основному. Значит, издание «Политику» напечатало статью, в которой говорит о том, что Украине может грозить очередной Майдан. Одна из причин – это то, что президент Владимир Зеленский стал частью проблемы, то есть лидером с авторитарными тенденциями. Откуда это взялось? Автор статьи общался с группой украинских политиков и, в общем-то, сделал такой вывод. Насколько он отвечает правде? Что вы по этому поводу скажете? Ну, наверное, он все-таки корреспондент, так, политик. Общался с определенными депутатами, так. Я так понимаю, оппозиционными? Я так понимаю, да. Но есть разные, скажем так, оппозиционные. Но это из «Голоса» и кто-то из бывших министров. Ну, засветилась Инна Савсун, такая депутат от «Ракции голоса». Да. Ну, она, может быть, не совсем опытный депутат для того, чтобы вот разбрасываться угрозами, что вот назревает в Украине третий Майдан. Поскольку у нас каждые 10 лет Майдан. Там 2004 год, 2014 год, и теперь 2023-2024. То есть она сделала вывод по цикличности, да? Да, по цикличности, да. Но Майдана не будет в условиях войны. Холодной войны или активных боевых действий. Никто на Майдан не пойдет. Кстати говоря, такие же прогнозы делались и во время Порошенко, так, во времена Порошенко, что вот тоже будет Майдан. Действительно, ситуация была сложная, но все понимали, что организация Майдана – это больше, чем преступление. Почему? Потому что в условиях тогда гибридной войны, еще тогда еще гибридной войны с Россией, это, понятно, была игра на ослабление государства, государственность и война на поражение. Поэтому делали все, чтобы решить внутренние противоречия, накопление внутренних противоречий другим способом. Ну и, кстати говоря, геополитика тоже играла роль, потому что первый и второй Майдан, он, ну скажем, по крайней мере, морально-психологически, по крайней мере, я не буду дальше там развивать эту тему, поддерживался западными партнерами Украины. В нынешней ситуации этого не будет, потому что тут понятно, любой Майдан в Украине – это игра в пользу Российской Федерации. Поэтому первое, скажем, что не надо пугать Майданами. Второе, но есть там другие, как бы, в этой статье, насколько я, как бы, там тоже ее посмотрел сегодня утром, другие. Вот лидер с авторитарными тенденциями. Это сигнал Зеленскому со стороны, ну, демократического истеблишмента Соединенных Штатов Америки, таким же, что политико – это издание или ресурс близкий к демократической партии США и нынешней администрации Байдена, что ресурс доверия и поддержки Зеленского, он не безграничен с военной точки зрения, военно-стратегической точки зрения и с политической точки зрения. С политической точки зрения к лидеру с авторитарными тенденциями. Запад Украине помогает, в том числе и потому, что Украина, хотя была и несовершенная, но демократия на постсоветском процессе, поэтому поддержка Украины, защита Украины – это защита демократических ценностей. Поэтому победа Украины в войне, если она трансформируется в авторитарный режим, в укрепление личной, персональной власти президента или команды президента, вот она, эта победа, скажем так, потеряет вот этот демократический орел. Победа в войне – это должна быть не просто военная победа, должна быть победа демократии. И если здесь нынешняя команда начинает демонстрировать авторитарные тенденции, где-то напоминать авторитарные системы, авторитарные режимы и даже диктатуры, то Соединенные Штаты Америки и Запад это поддерживать не будем. Поэтому это предупреждение. Это какое-то семья, даже красная линия, за которую любой украинской власти, не важно, что она говорит на слова, как она действует и какая у нее антироссийская риторика, переходить нельзя. И второе, военно-стратегическое, скажем так, предупреждение в том, что надо понять, что сейчас уже, скажем так, военные цели, военно-политические цели Украины и военные цели США не совсем могут совпадать. Кстати говоря, вот накануне где-то в Foreign Policy, по-моему, так была статья двух самых известных, самых влиятельных политологов, международников Соединенных Штатов Америки, блеских к Белому дому. Это Ричард Хаус и Чарльз Капчен. Ричард Хаус это глава Международного совета, Совета по международным отношениям США, влиятельная, очень общественная организация, очень известный аналитик. Ну, и Чарльз Капчен. Они написали стадион, в очень авторитетном, политологическом, таком полуакадемическом, не интернет, не ресурс изданий, о том, что время безусловной поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов, оно тоже как бы уходит. Почему? Потому что они так и пишут, что год назад мы позволяли Зеленскому и Украине навязывать нам свои, их не то есть, политические цели, военно-политические цели и так далее. Но... Это называется хотелки, да, я так понимаю? Ну, хотелки или то, что можно сказать, там, хвост, когда дляет собакой. А вот это теперь уже нужно, скажем, к этому присмотреться, по крайней мере, внимательно на это посмотреть. Почему? Потому что необязательна ситуация, когда цели в войне Украины и общие геополитические цели США могут или должны, тем более, совпадать. Стало бы здесь тоже, кажется, такой сигнал, что нужно быть более реалистичным в постановке военно-политических и военно-оперативных, военно-стратегических целей. Ну, речь, наверное, о Крыме идет, так, чтобы быть более реалистичными с точки зрения военно-стратегической ситуации в Украине. Ну и в какой-то степени это уже проявляется в практическом измерении, в прикладном измерении. Ну, например, в случае или в ситуации, когда вот вчера было заявление Пентагона о том, что военная поддержка в США, в Украине не безгранична. И она не может длиться там все время. Потому что есть какие-то ограничения. Ну, ограничения уже какие-то есть, потому что мы просим F-16 самолеты. Кирбис сказал нет. Совершенно верно. ПВО – да. Снаряды – да. Финансовая, бюджетная поддержка – да. Ну, вот и 21 апреля будет заседание контактной группы базы «Рамштайн». Кстати, были переговоры накануне Саливана и Ермака, Салужного, так, нет, по-моему, Остина и Резникова, да. И о F-16 речи не идет. Я думаю, нам дали понять, что на этом «Рамштайне» заседание мы не получим. Вот такая, как бы, симптоматичная, я бы сказал, статья «Политику». И нам нужно не обижаться. Так, потому что вот иногда власть или там властная команда, или околовластные экспертные круги начинают обижаться. И уже начинают, как бы, уже там поучать западную прессу. Не надо поучать. Вот. Надо просто прислушаться. Иногда откорректировать свою линию в войне. Владимир Ильич, ну, вы понимаете, да, политику принадлежит демократам. В любом случае, демократы и окружение Байдена пытаются каким-то образом дать понять Зеленскому, чтобы он не делал ошибок или даже приструнить его. И вот это меня наводит на размышления. Что они имеют в виду? Они вот говорят, и довольно явно о том, что война формирует очень сильное чувство государственности. Соответственно, она как бы порождает высокие ожидания, которые будут трудно оправдать. И также они в этой статье говорят, что у него перед войной у Зеленского был упадок в рейтингах до 11%. С началом войны она практически его спасла. Это такой парадокс. У него сейчас 84%. И не исключено, что когда придется решать какие-то обычные послевоенные задачи, рейтинг снизится до критической точки. Что нужно делать в этой ситуации в Зеленском? У него выборы в ближайшем времени. Ну, можно много что делать. Но прежде всего нужно понимать, что война не отменяет. Государственное управление эффективное. Она не отменяет, а более того, больше требует. Более эффективную экономику, с военно-промышленным уклоном. И время, когда можно было только требовать от Запада помощи и воевать за счет западной помощи, разнообразной от военно-технической до финансово-бюджетной помощи, оно все-таки когда-нибудь закончится, так скажем. Когда-нибудь закончится. Поэтому надо больше внимания обращать на внутренние реформы, на борьбу с коррупцией, которая никуда не делается. Кстати говоря, война это как раз хорошее время для полномошлабной борьбы с коррупцией. Почему? Потому что это приветствуется населением. Во-вторых, это экономия, которая идет в бюджет, деньги. И в-третьих, это очищается балласт от всех ненужных и злокачественных, с точки зрения государственного управления, вещей. И токсичных людей, в первую очередь. Да, да. И война, кстати говоря, она мобилизует государство. Она должна не расслаблять, а мобилизовывать. А если, конечно, идет постоянная помощь финансовая, например, бюджетная, ну зачем думать о налоговом администрировании, о таможенных каких-то реформах, а еще каких-то оптимизации государственного управления, когда все нормально. Я знаю, что многие привыкли даже, вот государственные чиновники, привыкли, где они идут потоком, помощь идет. И как-то им даже ситуация становится комфортной. Да, там гибнут люди, там гибнут солдаты, гибнут цвет, скажем так, нации. А многим это начинает устраивать. А наоборот, часто, вот как я привожу часто этот пример Чарльза Килли, известный американский политолог, который сказал, государство строится войной, война строит государство. Государство строится на войне, война строит государство. Почему? Потому что частая война требовала мобилизации всех лучших кадров, лучших ресурсов, лучших практик государственного управления, военного управления для того, чтобы выигрывать, для того, чтобы побеждать. И это укрепляло государство. А вот, а получается, что сейчас вот на таком, на подушке финансовой, на подушке военной Запада, спасибо, конечно, за помощь и так далее, часто, я вижу, расслабляются наши высокопоставленные политики, вместо того, чтобы заняться действительно, скажем, война, это же не только военные действия боевые, это же еще и политический процесс, оптимизация политического процесса, принятие законов, укрепление государственного управления, консолидация общества тоже. Поэтому это раз, а во-вторых, да, война может закончиться, она, ну, по-любому активные боевые действия закончатся, так, скорее всего, в этом году. Вот, и там станет вопрос о мирном восстановлении, послевоенном восстановлении, мирном строительстве. И, конечно, тогда приоритеты могут быть другие у избирателя и у граждан Украины уже не воевать, не побеждать, а жить уже в новых условиях, мирных условиях. И, понятно, тогда нужно продемонстрировать уже не только качество военного лидера, но и главы государства, гражданского лидера, качество управления, качество эффективного управления в интересах народа, в интересах победившей нации. А не всегда так бывает. Кстати говоря, посмотрите, вот часто приводят примеры. Черчилль выиграл Вторую мировую войну, но проиграл выборы сразу в Британии. Либористом Этли. Но вот свежайший пример, скажем, недавний, скажем, не свежайший, а недавний. Буш выиграл бурю в пустыне. И Клинтону проиграл в 92-м году. А триумфально выиграл войну в буре в пустыне. Это же вообще триумф был американский. И раз, и в 92-м году пришел Клинтон. Почему? Приоритеты избирателя поменялись. Буш еще думал проехаться на военной победе, еще въехать на один срок в Белый дом, или остаться в Белом доме. А что сказал Клинтон тогда, ключевая его предвыборная, скажем так, месседж был. Это экономика, дурачок или глупость. Главные приоритеты сегодня после военной победы это экономическое восстановление, это восстановление благосостояния, это уровень благосостояния. Но что мы не видим, что многие обеднели за этот год войны или больше года войны, что экономика находится в таком плачевном состоянии. Посмотрел статистику за 2022 год. Падение везде, совсем. По экспорту 40%, по импорту 13%, ВВП падение 29,1%. Так, доходы домохозяйств тоже упали, а это потребительский срос падает. Еще раз говорю, все затянувшись в длительную многолетнюю войну в таком режиме, как она ведется сейчас, Запад не будет помогать. Нам все равно, если мы хотим отвоевать территории, а это дело, скажем так, не одного месяца, мягко скажу, значит нужно все-таки на внутренний ресурс делать ставку, искать эти внутренние ресурсы. Они есть. Украина потенциально богатая страна для того, чтобы искать внутренний ресурс, для того, чтобы... Важно, в каком виде будет война, она может быть в холодном виде, войны могут быть с горячей, при трансморировании войны в холодную войну, но холодная война, это тоже надо. Это всегда конкуренция, конкурентоспособность экономики, конкуренция политических систем, культурных продуктов, культурного производства. Так что расслабляться не надо, нужно искать внутренние резервы, внутренние ресурсы для дальнейшего развития. Очевидно, но я хотел бы вас спросить, вернее, очень важно иллюстрировать разговор, чтобы люди понимали, о ком и о чем идет речь. Понятно, что восстановление, это экономика, это наука, это человеческий потенциал. Но вот скандальчик, очевидный скандальчик, буквально несколько предложений, мы пойдем по теме дальше. Есть только лесовой, да, новый министр образования, о возможном обществе дегенератов. Извините, что так употребляем, так говорят некоторые известные экономисты. Значит, что он говорит? Он предлагает сократить финансирование научных разработок, вообще обрезать на какое-то время финансовое образование в Украине, для того, чтобы финансировать армию и так далее, и так далее. Возможно, это затянется и послевоенный период. Скажите, пожалуйста, куда это путь? Насколько я понимаю, в никуда. Ведь на самом деле потенциал научный, связанный напрямую с экономическим, соответственно, его нужно развязать в средине Украины. На что они надеются? Почему такое происходит? Ну, потому что, первое, потому что это кадры, кадры, кадры. А во-вторых, наверное, вот эти новые люди во власти, не знали или забыли. Вот известнейший айфоризм Отто Бисмарка, который сказал, что войны выиграют учитель и священник. Да. Но в современном мире священник – это информация. Кстати, Горил, если вы не будете финансировать школы, то будете потом строить тюрьмы. Да, вы будете финансировать чужую армию. Ну, да, тюрьмы, да. Если вы не будете финансировать школу, значит, вы будете тогда чужую армию финансировать. Вот все. Войны выиграют. Вот, понимаете, это пример того, что мы говорили перед этим. Войны выигрываются вашим внутренним совокупным потенциалом, научным, образовательным, информационно-идеологическим, культурным. А мы привыкли за счет внешней помощи. И это расслабляет, расхолаживает, это развращает многих во власти. Они думают, что эта помощь будет идти вечно. В том-то дело, что она не будет идти вечно. Она уже не может идти вечно, потому что она не безразмерна. У них тоже военные запасы, тоже есть свои налогоплательщики, тоже своя пенсионная реформа, как во Франции, где протестуют. Мы видим в последнее время, протесты пошли тоже по Европе. Мы видим, как, несмотря на все, скажем так, реверансы в сторону того, что мы сдерживаем там врага и защищаем Европу, что делают фермеры Польши, Венгрии, Словакии, на подходе Болгарии, Румынии. Временное замораживание экспорта и транзита зерна украинского, беспошлиного. Делайте, или дайте нам денег компенсировать нашим фермерам, или отмените пошлины. То есть, беспошлиную торговлю зерном. Не только зерном, а уже и молоком, и молочными продуктами, и мясомолочными продуктами, и так далее. Вот уже, понимаете. А вот, как мы можем вообще сегодня сокращать? Наоборот, надо вкладывать больше в образование. В науку вкладывать. Как можно иметь свой военно-промышленный комплекс без науки, фундаментальной науки. Как можно иметь свои там ракеты дальнего действия, так, хотя бы на тысячу километров. Средний радиус действия, так. Или какие-то новейшие беспилотники, если вы не вкладываете в ракетостроение, в науку, в КБ, в соответствующие, в соответствующие политехнические институты, там, Харьковские, Киевские, Винницкие, Одесские, где есть кафедры соответствующие, так. По крайней, были, при, скажем так, моей молодости, когда я учился. Понимаете, потому что вот это кадры берут, и, понятно, задача оптимизировать бюджет. Ну, оптимизировать, что такое бюджет? Оптимизировать, это надо убрать там, где можно, и увеличить там, где нужно. Помните, Черчилль, он когда-то говорил, когда ему принесли сокращенный бюджет, и там на культуру брали деньги, он говорил, а за что мы воюем? Они, да. Но я о другом, я о уровне интеллектуальном тех людей, которые, в общем-то, сейчас очень активно садятся на высокие должности. Это обычно двоечники, троечники, плагиаторы, да, люди, которые особо никогда не отличались высокими умственными интеллектуальными способностями. Вот эта система власти, она пугает, как она будет работать. Не знаю, я считаю, что отставка или увольнение, Шкарлета, это ошибка была. Он ректор, все-таки ректор в сообществе, пользовался авторитетом. Сейчас пришли другие люди, но вообще, по моим сведениям, реально управляют министерством освиты, Киевская школа экономики и Милованов. Это чисто западный подход. Тоже Саросядинская какая-то история. Да, вот чисто западный подход. Понимаете? Ну, понятно, что тоже позиционирование Украины. Если Украина для Запада нужна как ресурс для полезных ископаем, либо даже более, только зерна, как там хлебная корзина мира, как сказал Билл Гейтс. Украина – это хлебная корзина мира. То зачем тут должна быть фундаментальная новка, скажите мне? Несколько корпораций, которым принадлежит земля, элеваторы, переработка. Порты, правда, еще нужны. Порты надо отвоевать, разблокировать порты. Но если не разблокируют, значит, по сухопутке. А зачем тут другие корпорации? Я помню, Германии предлагали план Моргентау сначала. Да, совершенно верно. Там тоже предлагали выращивать только еду и никаких проблем. Но мы о другом. Владимир Юрьевич, я узнал, и для меня это удивление, что сейчас активно начала подниматься волна подготовки к избирательной кампании и в окружении Зеленского, и в окружении политических сил, которые являются саделирами Владимира Александровича. Я буду потом детали как бы подбрасывать, но все же, вы тоже это увидели? В какой-то степени да, но я просто, как бы даже не столько по фактам, а по логике событий. Но если война закончится, активные боевые действия закончатся где-то к осени. Что дальше? Победа? Надо закрепить победу электорально. Иначе ожидания одни, а реальная жизнь послевоенная другая. И рейтинг может упасть. Значит, нужно закрепить победу электорально, получить новый мандат, переформатировать политическую систему, сделать так на победе, чтобы в Верховную Раду зашли, например, силы лояльные президенту, попытаться сделать так, чтобы вот на победе не дать возможность увеличить представительство голоса, европейской солидарности, еще кому-то. И тогда все, президент победы. И там могут быть досрочные президентские выборы. Тем более, могут быть срочные по календарю у нас по Конституции на октябрь месяц, конец октября выборы Верховной Рады Украины. Очередные. Очередные календарные выборы. Ситуация, если будет складываться не очень, фронтар. Такого мы тоже допускать должны. Значит, тоже нужно будет, что? Для того, чтобы снизить напряженность и недовольство в обществе, недовольство в обществе будет по-любому. Победа все равно будет недовольство уже экономикой. Ощущение, что мы победители. Где наша победа с точки зрения карманов, кошелька, уровня жизни, доходов? А не только военная победа. Тоже, значит, внутренняя турбулентность, значит, ее надо как-то будет купировать. А как купировать можно? Либо закручивать гайки, а вот уже вам ресурс издания «Политика» говорит, это не очень хорошо. Лидер с авторитарными тенденциями, как они там пишут, значит, тоже не годится. Значит, нужны выборы. И если будет недовольство, ну, скажем так, не до победы, а экономическая ситуация-то, так, за что? Почему? Как? Тоже внутренний турбулент, тоже надо выборы. Во-первых, выпускает «Сафара», во-вторых, команда «Зеленская» имеет шанс получить. Пока еще не созрели, не выросли, не успели выбраться из полуподполья конкуренты, быстренько провести выборы, отменить военное положение, быстро, и потом, в течение двух месяцев, выборы. И тогда можно даже иметь поле для маневра. Во-первых, маневр с точки зрения внутренней политики, что мы же только избраны, мы получили одобрение, новый кредит доверия со стороны избирателей. И с точки зрения того, чтобы маневр был на дипломатическом уровне. Вот как в Армении в свое время. Пашинян. Так вот, вот я беру вот этот случай. Вынужден был пойти на перевыборы, выиграть выборы досрочные, опять стать премьер-министром, получить больше представительства в парламенте в Армении, и уже на новом мандате с новым кредитом доверия избирателей идти на какие-то переговоры, на какие-то... И когда кто-нибудь с оппозиционеров, а когда всегда будут, говорить, этого не надо делать, это там предательство и так далее, так вот же выборы были. Где же, почему вы не выиграли выборы? Ну да, это легитимизирует. Легитимизирует. Вот и все. Поэтому по-любому, даже не знаю, вот я там иногда случайно встречаю там депутатов, нет, никаких нам не... Сказали никаких выборов не будет, не переживайте и так далее. Это сейчас, говорят. К лету, к середине лета наступит новая военно-стратегическая, военно-политическая ясность. Будет понятно вообще, как будет складываться ситуация. Вот сейчас она вот так уже как бы какие-то собираются вещи. А я думаю, к концу лета станет понятно, что выбором быть. И это не будут ждать до 2024 года до календарных президентских выборов. То есть мышиная возня начинается. Но я вот хотел бы спросить вас. Вы, наверное, в курсе, не будем называть фамилии, но близкие люди из окружения Зеленского уже получают финансирование на создание определенных политических проектов. Более того, я так понимаю, что средства массовой информации, которые приумножатся появлением провластных каналов, телерадио и интернет-ресурсы, это все будет работать как бы на благо определенного круга лиц. А скажите мне, а деньги, деньги, откуда будут эти деньги? Разве у нас есть сейчас все люди, которые могут себе позволить? Раньше мы назвали олигархов, группу и так далее. Или не снова включаются в эту работу? Я думаю, включатся. Ну, только через подставку. какие-то же есть. Так что поменялось в этой стране? Поменялось с какого вам? Вот этих пророссийских партий не будет. Их шансов нет. Эти все осколки, остатки там, ОПЗЖ и так далее. Вот уже. Давайте. Поэтому это уже не будет, это уже политическая система у нас, электоральная политическая система сформировалась на антироссийском концентрусе, чего раньше не было. Потому что всегда у нас были какие-то пророссийские или прозападные. Ну так на этом строились и идеологии политических партий противостояния. Пророссийские и прозападные. А вот сейчас и там иногда словом любили поиграть про украинскую. Сейчас как бы прошло время к тому, чтобы европеизировать украинскую партийно-политическую систему. Вместо того, чтобы иметь вот эти качели. Так? Европеизировать, кстати, это, я думаю, в недалеком будущем и надо Конституцию тоже немножко подрихтовать, подшлифовать под европейскую модель. Что в наш парадокс мы боремся в чем война у нас с Россией, с авторитарно-деспотической Россией и так далее. А деспотический компонент у нас заложен тоже в суперпрезидентской республике. Ну да. Хотя она не является де юре суперпрезидентской республики. А де факто это правда. де юре никогда не является, потому что никто не пропишет. Но если у президента монобольшинство, она де факто становится суперпрезидентской. Потому что нет ограничений. В стране, где нет культуры оппозиционности, демократической культуры, демократия может работать только тогда, когда есть сильный противовес. Знаете, это называется в политологии демократия без демократов. Демократов нет. Все хотят власти. Ну так это очевидная картина, сегодняшняя Украина. Но тем не менее в Украине была же демократия. Почему? Потому что президент, у него и своя политическая сила, но большинство нет. Самое оптимальное было с точки зрения демократии, хоть и несовершенная, подчеркиваю. Хотя где сейчас их нету? Где они сейчас совершенны, честно говоря? Нигде нету их. И каких-то идеальных или стандартных демократий. Нету в современном мире. Но тем не менее, если говорить вот самые лучшие демократические времена, золотые, это вторая половина 2000-х годов. Президент Ющенко, но у него большинства нет в парламенте. А, коалиция пропрезидентская, но тем не менее у президента нет ресурса для того, чтобы диктаторскими методами или приказными методами управлять. Ну да, потому что коалиция была же тогда против Ющенко и Тимошенко стала премьером. Это называется по-французски коабитация. Да, коабитация. Сосуществование. Но это когда был Янукович премьером. А когда была Тимошенко, тем не менее тоже были противоречия внутри, но это играло в пользу. Или даже у Порошенко, смотрите, коалиция Народного фронта и тогда БПП, она не давала тоже ему маневр, потому что Яценюк премьер-министр, потом даже свой премьер-министр Владимир Борисович мэр Венеции уже куда-то ушли они. Да, у него украинская инициатива, я забыл фамилию. Да, да, ну да. Гройсман. Гройсман, Тем не менее его президент, но тем не менее не было вот этого, чтобы ну так по щелчку все решалось. Вот уникальная позиция у Зеленского в том, что он может это делать. у него оно большинство есть. И они все, вот это большинство, и оно все пришло именно на его ресурсе, на бренде слуги народа, слуги народа, в отличие от других. Поэтому тогда были ограничения, не в Конституции записаны, мы же живем не по Конституции. Конституция у нас это такая рамка, это предконституционный договор такой. А вот есть де-факто пакт элит. Так? Есть какие-то негласные вещи там не трогать, а во-вторых, ты хотел бы, но не можешь. Я помню, как многие жаловались, вот у нас это дуализм власти, премьер, президент, надо, чтобы был унитаризм власти. Не будите лихо, кофе-тихо, потому что при нашей, скажем так, культуре, авторитарно-анархической, я бы сказал, авторитарно-анархической, это будет опасный эксперимент. Вот в чем вопрос. Так что... Ну хорошо, Владимир Ильич, ну вот смотрим на перспективу. Если вы говорите, был бренд, слуга народа, который был подпитан именем Владимира Зеленского, но в данной ситуации, пока у него высокие рейтинги, потом, как пишет политика, будут серьезные вызовы, они не смогут быть оправданы, ну потому что, очевидно, не будет хватать денег на реализацию там элементарных программ и процессов. Кто, кто, кто сможет прийти, да, с этим брендом? Ну, смотрю как идеально, конечно, но если так, вот кто будет? Порошенко будет. Ну, не знаю, будут, наверное, несколько колонн Зеленского, я не думаю, что будет какая-то одна суперпартия. Это, вот, как говорят, там партия Архамия, Федорова, Дия, на Малой Орж, на цифровое поколение, так, цифровая генерация, генерацион, генерейшн, так, дальше. Сароссиэтня какая-то будет, очевидно. Голос или притула, но в данном случае для того, чтобы, в чем это будет пользоваться поддержкой власти, для того, чтобы ограничивать возможности Порошенко, стравить, так, и отбирать голоса. Кто у нас еще из нынешних остался? Кимошенко. Ну, так пока, пределы. То есть даже вопрос, да, может быть? Ну, я не знаю, но пока трудно говорить, так, надо, надо, чтобы социология вернулась, сейчас социология, как бы, и какая-то конкуренция, если при такой информационной монополии, то очень тяжело. Порошенко еще есть свой ресурс, прямой там, да, он ютуб, но тем не менее, это можно разогнать, а Кимошенко, я не знаю, как, поэтому это два, но получается, еще вторая партия, может быть, ориентированная на центр и восточные регионы Украины, это, может быть, Аристоевич. Да, кстати, говоря, что уже его подогревают или пытаются подогревать Дениска. А мы не знаем, кто может. Может, не, я думаю, что это же согласовано с офисом, критик, чтобы взять вот этот, как его, край. А у кого он будет забирать голоса, по большому счету? Не, но он будет подбирать голоса. У... У Порошенко, да? Нет, нет, Аристоевич? Нет, он с этой стороны, с Центра Украины, Юга Украины, Запорожья, Днепропетровск, Харьков и так далее. Может быть, что-то выгорит, партия Витбудова Украины или фракция, сейчас она, вот, были слухи, что вокруг Терехова, мэра Харькова. А нет. Вот. Ну, это то, что вот, они как бы сразу в первые дни откололись, вот, ДПЗЖ, Столар, еще другие, так, Абрамович, вот, Харьковский, да? Вот они могут это еще даже, как бы. Вот, ну, пока, может быть, новые появятся. То есть, вы говорите о частично новом раскладе, который... Ну, конечно. Да, который будет приемлем для... Солнечных партий у нас мало, но хотя вот Евросолидарность, понятно, будет партия Заветска или две партии Заветска, чтобы потом создать коалицию. Потому что вряд ли удастся повторить досрочные выборы 19-го вон. Ну да, флэш-рояль это был абсолютный. Да. Поэтому лучше вот так вот. Потом уже в парламенте лепить из них про президентскую коалицию и прочее. Интересный момент. Ну, извините, я хотел спросить. Мне кажется, что это важно. Я недавно обнаружил, что представители православной церкви Украины Епифании ярко высказался относительно своей независимости ни от кого и дал понять, что он не имеет ничего общего о каких-то там тенденциях политических, я не знаю, социальных с Петром Алексеевичем Порошенко. Я напомню, что он как раз пришел на этот пост в церкви новосозданный или реинкарнированный благодаря президентству Порошенко. Что это и как это понимать? Ну, это понимать надо так, на мой взгляд, что Порошенко рассматривается в качестве главного оппонента, конкурента нынешней власти. Вот, со всех точек зрения. Начиная с ресурсного влияния и на Западе тоже. Запад тоже, в определенных условиях, это пока идут такие мягкие увещевания Веренского. Так, я не сказал, что это предупреждение, но вещевание. Но если что-то не так, они могут вернуться к поддержке Порошенко. Это так. Поэтому они рассматривают Порошенко главным соперником на этих выборах. Это главная проблема для того, чтобы получить то электоральное поле, а потом еще тот внутрипарламентский расклад, который устроит власть. сделает ее неуязвимой для противодействия, оппонированию и критике. Во-вторых, это связано с тем, что вот зачистка ОПЦ, которую власть начала, она же как раз для того, чтобы перехватить знамя и звание Порошенко, ПЦУ имени Порошенко со стороны власти. Это теперь была в церковь Зеленского. В общем, армия вера мова была Порошенко, смотрите, армия уже есть, мова есть, теперь осталась вера. То есть, это когда доделать то, что не доделал Порошенко. То есть, явно мы понимаем, что Епифаний, говоря о своей нейтральности, плавно переходит по домофор нынешней власти. Ну, у нас все церкви дружили с властью. Конечно, тем более... Потому что церковь понимает, смотрите, любой взмах власти, и у тебя забирают землю. Конечно. Найдут кучу юридических зацепок, скажут, это какой-то там мы отдали... у нас, к сожалению, церковь не отделена государством в этом смысле слова. Хотя по конституции. Да, по конституции я еще раз говорю, можно все написать. И поверьте, вы же знаете прекрасно, что слово священнослужителя значительно влиятельнее, чем даже слово политика в некоторых. да, совершенно. Поэтому, как она может быть отделена, если она арендует землю в государстве? Это не ее земля. С советских времен земля была конфискована, но там понятно, там церкви как бы не было, скажем, разделения властей на светскую и власть, и духовную власть, религиозную власть. Потому что церковь была служанкой власти. И в какой-то степени вот это продолжается. Уже не в таком виде, скажем, полноценном. Церковь служанка власти. Ну, прислуживает. Потому что вынуждена. И если надо, допустим, там уничтожить ОПЦ, больших проблем нет с точки зрения обоснования юридического. Взяли, забрали землю. Сейчас областные советы в Западной Украине как бы ликвидируют разрешение на земельные участки, на которых находятся храмы. Вот у тебя храм есть, а землю у тебя забрали. Ну, яркий пример в Тернопольской области. Правильно, в Тернопольской области. Дальше в Черновцах большой храм, как бы землю просто отняли. И тут важен нюанс какой еще. Во-первых, понятно, что власть пошла на зачистку ОПЦ. Так? Украинская православная церковь нашли там, понятно, старые связи и так далее. Сколько, я столько знаю среди политиков, сколько там было друзей этих всех ихних иерархов. От Ануфрия до Павла. Так некоторые из них даже службу проводили. Конечно. Петр Алексеевич прямо в Ряйсе был в Московском патриархате. Да, но он же все-таки на ПЦ, а другие до сих пор как бы там дружили. Никто не встал на защиту ОПЦ. Только верующие сами встали. Так? Во-вторых. Но когда тут вокруг Печерской Лавры, вокруг Ева-Печерской Лавры, эта вся история закрутилась, завертелась. И не все сразу получилось у власти, потому что никто не ожидал, что верующие встанут на защиту. Но власть тоже поступила умно, она не пошла на скандал перед Пасхой, под камеры. Это, кстати, тоже мне очень нравится на Западе, между прочим. Такие методы. УПЦ, да, к ней отношение понятно какое, но методы не очень нравятся. Так что делают Порошенко и Свобода на Западной Украине? Они через обсловеты перехватили инициативу и начали отбирать вот эти земельные участки у местных церквей Украинской Православной Церкви, что создало уже религиозное столкновение на религиозной почве между сторонниками УПЦ, верующими, которые приходили в храмы соответствующим церковь и ПЦУ. Проблема, что в чем? Если взять там Херсон, Деппетро, Запорожье, там нерелигиозные люди живут, там индустриальные люди, там люди живут, скажем так, невоцерковленные, ну я бы сказал... Ну в какой-то степени соблюдающие традиции. И то не все. Не все, да. Это же индустриальные мегаполисы. А на Западе там очевидно. А на Западе, да, так там же на Западе как. И УПЦ, и ПЦУ сейчас. Более того, у нас же большинство иерархов Украинской Православной Церкви и нынешний предстоятель, да, Кануфы. Это же выходцы из Западной Украины. Черновцы, Закарпатья и так далее. Почаевская лавра в Тернополе какая. И вот они перехватили эту инициативу у власти, что теперь они на ПЦУ, как бы вот они довершают то, что Порошенко не успел сделать. И власть вынуждена была как-то на это реагировать. Поэтому я не исключаю, что вот Епифаний вот так сказать, сказал, не-не-нет, мы к церкви Петра. То есть это сговор? То есть это продуман? Ну, не, я говорю, что сговор, ну, в общем, похоже, что какая-то политика. Мы к церкви, может, это просто как бы схаменулся, что мы не церков Петра, как он сказал, мы не церков Петра. Но он не сказал, что мы церков Владимира. Да, это правда. Это правда. А вы знаете, это очень интересно, мы ставим три точки и будем это обсуждать, безусловно. Давайте вернемся к сегодняшнему дню. Лайна идет, война обретает еще более ужасных масштабов и форм. Я знаю, что некоторые международные лидеры выступали с планами мирного урегулирования. Президент Бразилии тоже как бы выступил с инициативой уже официальный Киев, мягко говоря, отверг. Соединенные Штаты категорически против выступили. Пока? Что касается Эммануэля Макрона после поездки в Китай, он начал активно этим заниматься. Более того, он даже имеет какую-то группу, которая консультируется с китайцами, чтобы все-таки привлечь Украину к плану, который инициировал Синь Цзипинь. Почему Макрон, зачем ему это и почему так сильно влез в эту процессу? Ну, влез, потому что Синь Цзипин так дал понять. То есть это по просьбе Китая или все-таки... В какой-то степени это по просьбе Китая и как бы если Франция желает и дальше продолжать торгово-экономическое партнерство с Китаем, а это годовое вычисление 200 миллиардов евро на минутку. Так? Кстати, это больше, чем у России. У России, по-моему, 120, а у Германии 140 миллиардов евро с Китаем. Значит, тогда Франция должна как бы продемонстрировать некую свою позицию оригинальную. Я бы сказал, что она уникальная, но оригинальная в отличие от США. Задача России это тянуть Францию немножко от этого Атлантического блока, понимая слабое, почему Франция слабое звено. Потому что Франция очень привязана к китайскому рынку. Американцы сейчас, учитывая то, что они практически Европу подмяли под себя во всех смыслах этого слова. Ну, экономически, торгово-экономически. Понятно, Франции никуда деваться. Рынки. Вся Европа, в общем-то, она единым фронтом против России, напротив Китая. Нет. Восточная Европа, там Польша, Литва, понятно. Они будут делать то, что американцам выгодно. Ну, это им выгодно. А вот Европа западная, там с Китаем, у Германии, Франции, Италии. Тут ситуация несколько. Поэтому Макрону надо показать, что он ездил в Китай, во-первых, для того, чтобы решить торгово-экономические проблемы. Ну, это свои собственные проблемы. Собственные. Второй момент. Он должен был продемонстрировать Си, что у него не милитаристская позиция, а вот он тоже думает о мире в Украине. Вот предлагает свой план. Это два. Ну, и в-третьих, все-таки есть понимание сегодня, что к осени все закончится, активное боевое действие закончится. Даже так, да? Да. И тут очень важный момент, какой надо обратить внимание. Мы что же это понимаем? Что у нас это, ну, скажем так, если не последний, то предпоследний шанс на успешное военное контрнаступление. И оно должно быть успешным. Потом война остановится. Но новое наступление это надо собирать опять. Танки это не один полтора года. То есть вы говорите о возможном замораживании. Ну, я не знаю, как оно будет называться, замораживание, но просто как бы истощаться силы военные. И будет логическая остановка. Да. Вот истощение военных сил шло одной и другой стороны. Дальше. Но даже если нет у России военного истощения, она там как-то дала понять, что будут идти до конца. Тем более у них вы пока работаете. Тем более, что Путин может чем аргументировать, что по их же конституции часть оккупированных и аннексированных территорий уже находятся субъекты Российской Федерации. Вот Китай здесь может сказать «Нет, нет, не надо». И там Лула Бразилия «Нет, нет, не надо, мы за мир». Понимаете, о чем это? Сейчас ситуация следующая. Вот они как бы за остановку конфликта, за перемирие, за мирные какие-то переговоры и так далее. Кто против? Россия, мы против и Штаты против. А вот к осени в середине может поменяться все. И тогда может Россия только. Вот если не будет у них такого поражения серьезного, они могут продолжать. А почему? Мы можем продолжать. И тогда уже Китай, Франция может на Западе, со стороны Западной Калиции предоставить, чтобы и Россия согласилась. И Китай может тоже нажать. Это очень важно. И Лула может быть, и Индия. Потому что тогда скажут, смотрите, Украина согласна, даже Штаты согласны, а Россия не согласна. Это первый момент. Вот очень надо. А он осенью будет, это обязательно будет. И второй момент. Знаете, в чем особенности французского плана? Китайцы говорят о том, что должно быть что-то заморожено по линии нынешней, а затем должно быть начинаться переговоры. И у Макрона там прозвучало в этом плане, ну я отрывки смотрел, а гарантия кричит о нахождении гарантии безопасности Украины. Это надо понимать, если Франция говорит и предлагает Китаю посмотреть об перемирии и переговорах по гарантиям безопасности Украины, долгосрочные гарантии, причем поиск формата такого достаточно широкого, это означает, что это гарантии вне НАТО и вне Европейского Союза, ну понятно, гарантии Европейский Союз не даст, НАТО может дать, ЕС не даст, а во-вторых, значит, это идет поиск какого-то международного формата, крупного, конференциального такого, конференциального, который бы создал что-то такое, типа, может быть, Хельсинки, может быть, там, типа ОБСЕ, но в общем это касается Восточной Европы, не только Украины, но и Восточной Европы и так далее, да, это придется и с Россией тоже решать, это будет учет интереса в России, понятно, что Китай не даст Россию, не даст ей поражения, это мы тоже должны понимать, но это может быть такая большая геополитическая боевая ничья, поэтому понятно, что сейчас мы критикуем это все, потому что мы делаем ставку, почему, как только мы скажем, что мы согласны, Запад скажет, может, вам и не надо наступать там, оружие, они боятся риска наступления, вдруг оно будет неудачным, то оно будет токсичным для американцев, 25 апреля Байден объявит о своей избирательной кампании на переизбрание президента. Да, что он идет на второй срок? Успешное наступление, плюс неуспешное. минус. Поэтому все идет к тому, что будет какая-то большая движуха за мир, говорится, во всем мире, или со всего мира движуха за мир во всем мире. Вадим Ильич, но у меня вопрос, объясните, пожалуйста, как аналитик, речь идет о чем? Речь идет о плане именно Макрона или о каком-то миксе вместе с Китаем. Потому что Си Цзипин сказал, что он ожидает выдвижения инициатив от Макрона. Более того, уже, я так понимаю, в войне проговорился, возможно, уже сам Макрон говорил относительно того, что переговоры по этому плану могут отличаться летом, соблюдением долгосрочной гарантии Киеву, и тут возникает серьезный вопрос. Хорошо, но ведь китайский план кардинально может отличаться от именно французского. Зачем тогда это китайцам? Нет, смотрите, Китай первый этот план дал. Первый, да. Но Украина же его, как бы, теоретически отказалась. Ну и что. А теперь Франция уже поддерживает, а теперь Лула поддерживает мирный клуб. Создать мирный клуб держав, который будет думать о мире. То есть это будет давление? Китай выступил моральным лидером за мир на фоне Америки. Это ошибка была Блинкена и Байдена, что они как бы сразу отвергли этот план. Поэтому да, это все будет как бы решаться. Во-первых, это будет решаться по результатам наступления. И боев, давайте скажем так, откровенно, больших, прокуратуретных боев весной, летом, май, июнь, июль, этого года. тогда наступит новая, или точнее, вообще наступит военно-стратегическая ясность. И на базе этой ясности, военно-стратегической, уже будут решаться вопросы новой военно-политической ясности. Что делать дальше с войной? С карантиями Украины, с Россией Путина и так далее. А тогда уже по результатам и на 2024 год все выйдут с какими-то, скажем так, каждый запишет себе. Почему? Потому что 2024 год год президентских выборов. Да. В Штатах. Это разгар будет как раз компании в Америке. Праймерис, так, демократической, республиканской партии. Это в Украине. И выборы в России. Давайте тоже не будем забывать. Поэтому сейчас наступает вот решающий момент. Думайте, почему Путин был вот накануне Пасхи был в Херсонской, где там Запорожской, Луганской. И Херсонской тоже, кстати, да. Ну, это российские СМИ об этом говорят и показывают. Не, но там... Хотя уж аналитики говорят, мол, типа, что это может быть какой-то калаш или что-то такое. Ну, какие-то аналитики. Я бы по-другому назвал. Ну, давайте серьезно говорить. Ну, что? Ну, есть так есть. Надо так серьезно относиться к врагам. Так? Другое дело, что это было перед Пасхой. Потому что он вручал там какую-то иконку. Он говорит, знаешь, завтра Пасха. Да? Ну, там спросил. Перед Пасхой. Не после, а перед. А во-вторых, конечно, нарезка и так далее. Ну, был, почему? Это значит, что серьезно относятся к наступлению, к тому, что происходит на земле и так далее. То есть они готовятся к наступлению Украины. И мы готовимся к наступлению. Вот сейчас это решающий, как бы так, может быть, месяц будет. Посмотрим. Затем уже выйдет все это на какой-то... Логика станет понятна. Но, я знаю одно, вот как писал когда-то Клаузовец, о духе войны и о логике войны. Вот дух войны этот уже испускается. Все начинают, как же все-таки говорить, робко, но в той или иной степени. Кто-то больше, как Китай, кто-то чуть меньше, как французы, кто-то намеками, как американцы. Я начинал, начинали мы с влиятельных, с таких влиятельных политологов, которым прислушиваться в Белом доме. Капчина, Чарльза Капчина и Ричарда Хааса. Они говорят о мире. Они говорят о том, что война не может длиться бесконечно. Ну, конечно, переговорном процессе. Что в Америке тоже есть свои приоритеты. Потому что, ну, Тайвань, например, что тоже увязнуть нагоды в Украине в таком тлеющем, в тлеющей войне или там тлеющем долговременном конфликте тоже не в их интересах. Они могут быть другие. Это надо учитывать тоже нашему руководству. Владимир Ильич, ну, у меня тогда возникает вопрос. Значит, если будут мирные планы и все к нему подойдут, то Украина будет с оторванными кусками? Нет, это уже... Нет, смотрите, ситуация может быть временна. Могут быть статус временных территорий. Ну, Крым. С 14-го года, ну, что делать? Тогда про Фукали в 14-м году. Это уже вопрос, во-первых, к нашему наступлению. Оно должно быть подготовленным, просчитанным и успешным. Так? Во-вторых, это уже вопрос потом к дипломатам. Если нет пушек, то чем? Надо так к дипломатам тогда. Как дипломат это решить? И в-третьих, понятно, что это не значит, что мы с этим должны мириться. Мы можем смириться с реальностью, но не смириться с потерями территории. И многие страны тоже, они теряли те или иные территории. Кто-то больше, кто-то меньше, но никогда не, скажем так, с этим соглашались. И решали через дипломатический процесс. Решали по-разному, конечно, экономический, дипломатический и так далее. И, кстати, я говорю, возвращение территории всегда это главная, это национальная идея должна быть Украиной. Но это не значит, что надо только военным путем. Национальные цели, национальные задачи, в том числе и по возвращению территорий, аннексированных, оккупированных, они могут решаться разными методами. Или смешанными методами, военно-дипломатическим, либо гибридным, в рамках холодной войны. Да докажите, что здесь лучше, так и все. Так и нет, нет проблем. Почему Советский Союз спал? Почему Германия ГДР захотела ФРГ? Потому что ГДРовцы видели, что в ФРГ лучше живут. Да, экономически. Все. Вопрос решен. Несмотря на индоктринацию, несмотря на муштру, несмотря на то, что там первые успехи в спорте, в ГДР и так далее. Такая крепкая страна была, 22 миллиона человек, ГДР. Она за год, за два, за три, все. Сдулась просто. Почему? Потому что люди смотрели, одни и те же немцы. Одна и та же культура, один и тот же язык. Ну, с разными вариациями и так далее. А экономические модели разные. Все. Они увидели, что вот и все. И буквально там только открыли границу, и все. И ГДР перестало существовать. Люди начали валить просто. Так и здесь. Вот чем не показательный кейс. И не надо ложить тысячами людей для того, чтобы это доказать. Управляйте внутри лучше. Но пока риторика официальная Киева совсем другая. Пока, потому что, да. Потому что есть, и, кстати говоря, это обосновано. Да. Но, еще раз говорю, это как сказал один западный аналитик, это, у нас только один подход есть, один выстрел. Знаете, не будет три подхода. Знаете, один подход не взял, второй не взял, тогда уже третий возьму. Нет, тут один подход должен быть. Все. Один выстрел. И он должен быть точным. А вот по результатам этого выстрела, он может быть точным, может быть чуть меньше точным. Так, уже и придется решать, стрелять не только пулями, но и словами. Слово тоже. Может нести, тоже может делать, даже иногда больше, чем, там, пуля или снаряд артиллериста. Но мы вот начали тему контрнаступления. Многие обсуждают этот процесс и ожидают, в общем-то, начало. Но что касается заявления украинских политиков. Вот секретарь РНБО Данилов, он заявил о том, что разочарован, что иногда официальные лица союзных стран обещают одно, а делают совершенно другое. Что-то подобное высказал Кирилл Буданов, главный разведчик. Более того, я могу сказать, что Кулеба системно говорит о том, что нас время от времени, мягко говоря, кидают. И еще недавно сказал, по-моему, это был все-таки Данилов, что Украина не начнет наступление неподготовленной. И вот тут у меня возникает вопрос. Ну, правильно, наступление должно быть подготовленным. Это раз. Во-вторых, нас Запад не кидал и помогает, причем достаточно. С помощью Запада нам тяжелее было бы намного. Несмотря на сопротивление, героизм наших военных и так далее. Давайте так. гражданский мало. Мы не создали экономику. Гражданские власти не создали. И не сумели, не смогли, не знаю. Такую экономику уже сейчас можно было за год что-то сделать. Там снарядный завод построили, патронный завод построили. Для того, чтобы обеспечить всем необходимым армем. Поэтому приходится брать на Запад. Брать эту помощь. Понятно, что помощь не может быть. Все хотелки нельзя. надо быть тут реалистичнее и трезвее. Давайте требовать ядерное оружие. Решение вопроса. Но мы же понимаем, что это нереально. Ф-16? Ну да, но тоже есть вопросы. Потому что мы же должны понимать, что мы серьезным врагом в военном отношении, в военно-фтическом отношении не имеем дела. это тоже надо понять на будущее, на переговоры, что никуда вы не денете эту страну. Режим Путина и так далее. Вечно будет соседом нашим. Все наверное. И все разговоры о том, что она распадется, расколется и так далее. Извините, они наоборот только укрепляются. Сажают всех, кто там против, на 25 лет этого Карамурзу. Это целая династия Карамурзы. Это же татарская, скажем так, татарская семья была когда-то. Да, но при этом Карамурза, я так знаю, гражданин Великобритании. Ну да, но гражданин России. Потому что это не важно. Там много Карамурзы, я отца знал, он отец работал на Радио Свобода и работал еще на РТВА. Работал, у него была программа, он недавно умер. А есть другие Карамурза, там, либерал в институте философии. Это целая, скажем так, такой династия. Династия, да, они стали подданными Российской империи. Татарская семья стала подданной. Ну, даже многие татары, Карамурза, Юсуповы, это все же как бы оттуда, из этого Казанского ханства, так, татарства, татары. Вот. Ну, сажают же, укрепляют. Эти многие уехали, там, которые там за границей, и все. Почти оппозиции нет. Там, Навальный в тюрьме, тот, Яшин в тюрьме, тот, этот, Карамурза в тюрьме. Они укрепляют, экономику тоже укрепляют, понимаете, несмотря на санкции и так далее. Военно-промышленный комплекс. Кто же это понимает? То есть, Украине нужна новую стратегию? Понятно, что надо. Ну, да, закончилось уже. Мы выдержали, выстояли целый год. Не дали Киев захватить, не дали захватить большую часть территории, на что был расчет, и так далее. Теперь надо менять. Ну, понятно, что нужно уже дойти вот уже, это наступление сделать. Вот. И быть благодарными тем, кто нам помогает. В конечном счете, знаете, все-таки народная мудрость, есть народная мудрость, как говорится, даренному коню в зубы и заглядывают. Конечно, помощь хотелось бы больше, но, в принципе, упрека Западу в том, что он не помогает, кстати, такими упреками, я сказал бы, надо быть чуть осторожнее, потому что это начинает их и раздражать уже. Я думаю, что это является проблемой. Это является проблемой, между прочим. Да, судя, можно быть тоже иногда благодарным. Еще один вопрос. Спасибо за то, что вы столько уделили мне времени, но все же. Россия заблокировала 50 судов с украинским зерном в Черном море, об этом говорил Боррель, то есть проблема на проблема, и тут серьезная ситуация в Европе. Несколько стран отказывают Украине в транзите, соответственно, вводят санкции, ну, мягко говоря, санкции по поводу украинского зерна и производства из него продуктов питания. Вот позиции Европейского Союза, мы же думали, что мы партнеры, мы же так стремимся, и тут на тебе такой экономичный подзатыльник. Ну, а у страны Европейского Союза нет своих фермеров, нет своего сельского хозяйства. Так это недоработка дипломатии украинской, что мы так как бы вступили такой клинч? Нет, это недоработка, прежде всего, Европейского Союза, они должны были решать вопрос. Они дали нам беспошлину торговлю, но, видимо, вот не учли вот эти факторы внутренние, но это уже задачи внутренней политики тех стран, о которых вы говорите. Но вообще, это, конечно, проблема, потому что экспорт, мы же экспортно-ориентированная страна, причем сырьевая. Порты заблокированы, черноморские, только в рамках черноморской сделки. Кстати говоря, это тоже надо будет решать вопрос, и он может решен быть только переговорами. Потому что, чем отличается война на морском театре военных действий от сухопутных? На сухопутных идут перестрелки, взрываются там дома, танки туда-сюда, а на море не обязательно должны быть эти столкновения, битвы морские. Заблокировал порты, и все, и ты контролируешь моры. Это называется, это американский стиль, кстати говоря, блокада приморских портов. Так всегда отсекали экономику, отсекали страну от внешних источников, ресурсов, и все. И на этом задача, ну вот, видите, надо решать этот вопрос. Можно военным путем, да, это тогда надо вопрос решать, как это с Крымом, надо решать вопрос. Контроль над Керченским проливом. Азовское море, Керченский пролив, Черное море, восточная часть. И тогда вы деблокируете порты, пожалуйста. Есть такие возможности у нас? Не знаю, не знаю, ни военный, специалист не буду говорить. Но если нет, значит, надо тогда тоже будет договариваться там. Демилитаризация Черного моря на каких-то условиях, украинской части, может быть. Тогда могут порты, потому что уже предмет переговоров. Если мы хотим, чтобы наша экономика развивалась, чтобы бизнес развивался, значит, мы должны этот вопрос решить. Экспортных. Так, зерна, экспортных, других продуктов. Сейчас нам дали беспошлину во время войны, а потом же пошлины опять ведут, могут вести пошлины. Значит, это же тоже предмет для мирных... У нас, знаете, все о войне говорят. Но даже во время войны надо всегда и думать о том, чем она закончится, как она закончится, как надо о мире говорить. О том, что будет после. Ну, маленький пример такой. Во время войны шли кровопролитные бои и так далее, но в Второй мировой войне думали о новом атомном проекте, и о мирном атомном. И о других, как бы, там, вещах. Потому что надо смотреть вперед. Война рано или поздно закончится. Она не может быть вечной войной. А мир наступит. И значит, тогда готовы мы к этой новой эпохе. Так что это надо будет тоже. Потому что мы экспортно-интированная страна. Без экспорта сельскохозяйственной продукции нам очень тяжело. Я же приводил пример 22-й год. Мы 40% потеряли 40% экспорта. Из-за логистических проблем, из-за блокады Портового, из-за того, что пассивные площади уменьшились. Пассивных нет. Я не знаю, как сейчас пассивная идет. Это же разминировать. Многие же на минах там все прочее. Посмотрите, там Херсонская область сейчас ушла. Хорошие земель. Там Запорожская область. Туда ушли. Кстати говоря, по прогнозам на этот год 2 триллиона рублей, если не ошибаюсь, это будет вклад оккупированных территорий Украины в российский ВВП. Они уже считают. Они уже считают, сколько. Поэтому ситуация такая, надо думать, что такое экономика это все. Если война холодная, например, так не боевая, то экономика решает многие вопросы. Конкурентная способность. Где уровень дохода больше. Где работа есть. Где доходы есть. Есть работа, есть доходы. И даже если война, тоже экономика решает. Потому что надо обмортирование, питание, начиная с питания, хлеб там и заканчивая пушками РЗСО, ствольная, ракетная артиллерия, ну и повыше самолеты и так далее. Ракеты, самолет. В общем, перед Украиной стоит колоссальное количество задач и вызовов. Конечно, совершенно верно. Главная задача решена. Отстояли. Суверенитет, независимость. Но предстоит еще много сделать для того, чтобы сделать эту независимость, суверенитет комфортной. Не только для элиты, а для всех украинцев. Тем более, украинцы будут очень остро воспринимать все негативные события. Да, и которые ждут, сколько им еще оставаться там. Сколько. Или уже все. Разрывать связи и ориентироваться на жизнь там, за кордоном. Владимир Ильич, я очень благодарен вам за ответы на мои вопросы. Спасибо вам, уважаемые телезрители, что были с нами. Это канал Дики Лайв. Моим гостем был Вадим Карасев, известный украинский политолог. Подписывайтесь на мой канал. Встретимся через определенный промежуток времени. С большим уважением, Виталий Дики. И, как я всегда говорю, не теряйте оптимизм. До встречи. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...